До начала продаж нового рейндж-ровера пятого поколения остались считанные недели. Модель успешно прошла сертификацию, и действующая с 4 февраля. Одобрение типа транспортного средства позволяет начинать продажи. Из этого документа мы выяснили, какие модификации приготовлены российскому рынку. И поскольку официальный сайт ленд-ровера полностью вторит сертификату, то можем утверждать, что и реальные продажи этих машин вскоре начнутся. Итак, дизельная линейка состоит из двух вариантов рядного трёхлитрового турбодизеля налоговыгодной мощности 249 сил плюс формальный наследник отправленного в отставку дизеля V8 мощностью 350 сил. Интересно, что младшая версия не положена длиннобазному исполнению рейндж-ровера. Бензиновую часть венчает 530-сильная версия с турбо-восьмёркой от BMW. А вот рядная шестёрка из британского семейства Ingenium — это новая информация. На осенней презентации рейндж-ровера трёхлитровый бензиновый мотор для России ещё не был подтверждён. Причём это мягкий гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором. По ходовой части различий нет. У всех машин пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси. Трансмиссия тоже общая. Восьмиступенчатый автомат ZF, раздаточная коробка с понижающей передачей и полный привод с муфтой подключения передней оси вместо центрального дифференциала. Такая схема уже опробована на некоторых версиях ленд-ровера Defender. В базовую комплектацию рейнджа включена кожаная обивка сидений, трёхзонный климат-контроль, доводчики дверей и колёса диаметром 21 дюйм. Однако цены мы узнаем позже, вместе со стартом продаж. Нынешний рейндж-ровер, к слову, стоит от 8 миллионов рублей и выше. Российское подразделение BMW постановило расширить гамму четвёртой серии Grand Coupe. Представленная в прошлом году пятидверка до сих пор продавалась у нас в одной модификации с двухлитровым дизелем мощностью 190 сил. Теперь же к ней добавятся две бензиновые версии с двух- и трёхлитровыми моторами. У всех машин полный привод и восьмиступенчатый автомат. Самая шустрая модификация M440 с рядным шестицилиндровым двигателем набирает сотню за 4,5 секунды. Дизельный вариант останется самым доступным. За него просят менее 4 миллионов рублей. В базовую комплектацию входит внешний M-пакет, комбинированная отделка кожи и замшей и 18-дюймовые колёса. А вот топовая, почти M-ка за 5 миллионов 300 тысяч – это полностью кожаный салон и колёса 19-го диаметра. У дилеров машины появятся в мае. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА